Пользуетесь ли вы жилетом с поддувом во время подводной охоты? Да, я пользуюсь жилетом с поддувом фирмы Зырянов и компания. И как бы у меня в данный момент уже третья конструкция его. До этого использовал другие варианты. Ну, кому что нравится. То есть вариантов много. Есть неопреновые, там грузики можно разложить. Есть без поддува. Вот, допустим, там сам выбираешь, там, допустим, грузик достал быстро, вставил. И плавучесть регулируешь. И как бы, особенно это актуально зимой. Почему? Потому что там под 20 килограмм грузов, то есть на поясе, просто нереально держать. Почки отдавишь. Вот, поэтому с разгрузкой, с разгрузкой, ну, народ часто делает, как, допустим, жилетик, там, неопреновые грузы разбросал, там, сколько-то, и еще на поясе килограмм 6-8. Вот, это уже, ну, допустимо, как бы удобно. Вот, и по позвоночнику идет раскладка по весу. То есть не в поясе тебя ломает, а идет, ну, легче нырять. Я к жилету сам пришел где-то в начале 2000-х годов, когда почувствовал, что у меня после трех часов нырялки постоянно поясница болит. И после трех часов нырялки мне некомфортно нырять было. Вот, и я начал тогда еще, это, простые разгрузочные, так сказать, патронтаж. Был патронтаж, то есть плита на спине, тут груза, там, прочие, вот эти, вот эти начал использовать сначала. Вот, а потом уже более, Зарянов Игорь Викторович начал делать, там, первые версии. Вот, потом, вот, РАФ, РАФ начал РАФСОНГ делать, РАФСОНГом тоже пользовался, есть у меня в коллекции РАФСОНГ, жилет, вот, и двух вариантов, и трансформят, и простой есть. Вот, то есть, все хорошие варианты и помогают подводному охотнику не перегружать позвоночник.